Вот так Свято-Троицкий Селенгинский монастырь выглядел до революции. А так, после того, как 70 лет в нем размещалась психиатрическая лечебница. Святую обитель пытаются восстановить последние 12 лет, но работа идет сложно. В этом году планируют сдать келейный корпус для послушников. Реставрационные работы почти закончены. До этого корпус выглядел аналогично. На восстановление этого здания потребуется порядка 20 миллионов рублей. Сегодня их, конечно, нет. Это здание восстановить тоже необходимо. Оно исторически было, и постараемся, чтобы мы его все-таки когда-то построили. Реставрационные работы очень дорогие, но и работа очень сложная. Свято-Троицкий Селенгинский монастырь – старейший от Байкала до Тихого океана. Обитель является колыбелью православия в Бурятии. Историческую значимость монастыря переоценить сложно. И в обители надеются восстановить хотя бы какую-то ее часть. За этим сеном когда-то располагался деревянный храм всех святых. Храм построен в начале 18 века. В советское время его, к сожалению, разобрали на дрова. Этот храм, в принципе, реально восстановить. Будем изыскивать средства, какого-то, может быть, благотворителя найдем, который этот храм восстановит. Ну а пока самый красивый храм монастыря – Никольский. Он был отреставрирован и освящен первым. 12 лет назад здесь не было сводов, лежали сгнившие балки, были разрушены полы. Сегодня есть все, что нужно для богослужения. Служба здесь идет каждый день. В храме хранятся мощи святых и чудотворные иконы. Что это за икона? Это образ Пресвятой Богородицы всех скорбящих радостей. Икону к нам привезли несколько лет назад. Она – икона Плачущая. Эти иконы, конечно, уже имеют особую от Бога какую-то благодать помогать людям. В обители верят, что удастся вернуть назад самую известную святыню монастыря – образ Николая Можайского-Мерликийского. Сегодня икона находится в запасниках Музея истории Бурятии. Говорят, эта икона была обретена на озере Катакиль в 19 веке. И с ней связано много реальных чудес. Но в советское время икону у монастыря отобрали. Конечно, музейные работники считают, что когда находится она у них, это поспокойнее. Никуда не денется, ничего не будет. Она как бы, знаете, вот в своем сундуке. Но это большая святыня. Мы думаем, что эта икона чудотворная будет нам возвращена. К иконе прибегало раньше сотни тысяч людей и получали большую помощь. Икона не должна находиться в запасниках, она должна служить людям. Процесс сложный, но почти все документы у монастыря готовы. Это значит, что после почти вековой разлуки святыня все-таки сможет вернуться в родные стены. Евгения Геранина, Аркадий Амбуев, телекомпания АТВ, Прибайкальский район.